Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Виталий Малышев хочет покинуть проект и забрать с собой Алису Литинскую. Папа Алисы категорически против этого. Новенький Арай Чебанян выразил симпатию Любе Гаврилиной. Девушке он не нравится, но поскольку одной скучно, то ей приходится ему подыгрывать. Рома Гриценко прокомментировал расставание с Лизой Триандафелиди. «Я понял, что не буду с ней за периметром. Она очень свободолюбивая. Она говорит, что для нее нормально и налево, и направо, и туда, и сюда. Раньше я думал, что смогу спокойно к этому относиться». Сергей Захарьяш сделал предупреждение Диме Талыбову. Если со стороны Димы будет продолжаться флирт с Лили Читрару, то Сергей будет разговаривать с ним по-другому. Талыбов сказал, что будет делать, что хочет. Елена Темникова стала еще одной ведущей на «Доме-2». Сначала она будет искать участников для проекта во время своего тура по России, а когда вернется в Москву, то будет вести лобное. Одна из первых ведущих телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак объявила об участии в президентских выборах 2018 года. Возможно, Собчак станет первой девушкой президентом России. Журнал «Дом-2» рассказал о том, что Дарина Маркина с Никитой Кузнецовым получили ключи от квартиры. Теперь ребята решают, останутся ли они там жить или продадут и поделят деньги поровну. Алексей Чайчиц попал в неприятную историю. Он с друзьями по проекту отдыхал в ночном клубе. Там познакомился с девушками, которые его напоили и обобрали. У него украли кошелек дорогой марки, деньги в различной валюте, карточки и, самое главное, паспорт. И из-за потери паспорта учащица сорвались гастроли от «Дома-2». Дима Дмитренко в прямом эфире рассказал о том, что его жена Ольга психически больна. Ее припадки выглядели так. Девушка сидела спокойно, а затем резко хватала телефон. Начинала звонить своей маме и кричать, что Дима ее бьет. У Дмитренко есть видеодоказательства, но пока он никому их не показывает. Многие подозревают, что Ольга врет насчет своей беременности. Она путается в сроках, а также ее беременный животик имеет свойство иногда пропадать. В сети обсуждают стоп-кадр из недавнего эфира. Оля выскочила из ванны, замотанная в полотенце, и, видимо, забыла нацепить накладку. Она вызвала хохот даже у своих подружек, у Лилии Четрару и Валерии Фрост. Надя Ермакова рассказала о своих мечтах и целях. Когда-то я мечтала о зарплате в 50 тысяч, о поездке в Египет и Пудре Шанель, но мы должны идти только вперед. Сейчас мечтаю о своем жилье. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok